Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире ТВ Серпухов и с вами в студии я, Елена Киселева. Сегодня у нас в гостях директора многофункционального центра Роман Евгеньевич Колос. Здравствуйте, Роман Евгеньевич. Здравствуйте, Елена. Сегодня мы поговорим о вашей структуре. Когда создано было МФЦ, с какой целью и на каком этапе развития вы сейчас находитесь? Наш многофункциональный центр был создан 23 декабря 2013 года. Открылся он семью окнами приема граждан. Данное учреждение расшифровывается как многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению. Наш центр показывает всю доступность, прозрачность в оказании государственных и муниципальных услуг. Также этот центр позволяет гражданам получить в одном заведении, как говорится, учреждении большой ряд услуг. Будь это региональные, будь это муниципальные, будь это федерального органа власти. Роман Георгиевич, а сколько окон у вас сейчас? Какие можно услуги получить непосредственно? С какими проблемами жители могут к вам приходить и с чем приходят? На сегодняшний момент у нас открыто 25 окон приема граждан, что позволило нам полностью выполнить программу Московской области «Эффективная власть» по доступности граждан в получении государственных и муниципальных услуг в 90%. Город Серпуха выполнил ее на 98,6%. Также у нас оборудовано, но не до конца, еще 26 окно, не соответствует единому стилю. Но в ближайшее время мы тоже его переведем, что нам позволит выполнить программу данной мероприятии на 104%. Как по всей области, до 100% доступность граждан, чтобы произведена была. Но 25 окон – это очень много. Это имеется в виду 25 окон разных, разнофункциональных, или это просто для удобства граждан? Столько у вас окон, чтобы не создавались очереди? То есть у вас каким образом идет прием? Все сотрудники МФЦ являются универсальными специалистами. Да, у нас некоторые окна имеют ряд приоритетов. Есть окна выдачи, которые больше направлены на выдачу. Окна, направленные на услуги федерального органа власти. Это на регистрацию права собственности, на недвижимость, на Росреестр услуги. Остальные идут как прочие услуги. Но в случае, как говорится, большой нагрузки на какую-то услугу, все окна подключаются и работают в едином режиме. Потому что все сотрудники МФЦ – это универсальные специалисты. Ну а вот конкретно, например, с какой проблемой можно к вам прийти и получить помощь или что? У вас, в принципе, есть вывеска «Мои документы», да? Да. То есть вот если поконкретнее, то что это имеется в виду? То есть с какими проблемами люди больше всего приходят? Какую справку я могу получить или помощь у вас? Что именно? Да, к нам приходят по разным вопросам. Будь это, например, муниципальная услуга, люди приходят получить разрешение на строительство, если это индивидуальное жилищное строительство, присвоить адрес объекта недвижимости, даже сдать обычное, как говорится, письмо на главу. Все как бы мы принимаем полностью и передаем в администрацию. Будь это региональный орган власти услуги, например, социального защита. Все услуги Министерства социального развития тоже теперь переданы и предоставляются через МФЦ. Будь это замена, перевыпуск социальной карты, оформление социальной карты, оформление регионального материнского капитала. Будь это федеральный орган власти, допустим, то к нам люди идут с сделками на недвижимость, допустим, регистрируют праве собственности, оформляют купли-продажи договора, вступают в наследство, заказывают кадастровые выписки, кадастровые паспорта. То есть фактически вы являетесь таким, скажем так, фильтром, который позволяет, все документы проходят через вас, и это избавляет человека от необходимости ходить по кабинетам, правильно? Да, МФЦ позволило человеку, самое главное, сэкономить и деньги. Не надо, как говорится, ездить по всему городу на автобусах, будь это пенсионеры или на транспорте, на своем личном тратить деньги на бензин, ездить по всему городу в разные инстанции. Можно заказать все в одном учреждении. Тем самым мы экономим самое главное в нашей жизни, мне кажется, это время. Скажите, а ваши услуги, они платные или бесплатные? Нет, они бесплатные. Есть ряд услуг, которые требуют госпошлину, ну, согласно закону. Только эти услуги мы оказываем, выдаем фитансу, и заявители подходят у нас к терминалам, которые стоят у нас в МФЦ, и оплачивают госпошлину для дальнейшего оказания ему услуги. Вы сказали, что у вас работают высоко квалифицированные специалисты. Кто эти люди в основном? Юристы, нотариусы, кто? Разные направления. Многие сотрудники к нам перешли из других органов власти, таких как с регистрационной палаты, с кадастровой палаты, с налоговыми сотрудниками, с администрацией. Социальные защиты есть сотрудники. И обычные люди, как говорится, с высшим образованием, больше, конечно, юридической наклонности образования. Таких, как говорится, сотрудников не учат. Нет универсальных специалистов образования. Мы сами всему обучаемся. Работа очень тяжелая, но справляемся. Вообще поток людей большой, к вам людей много обращается? Да, особенно когда, допустим, вводится какая-либо услуга новая, только начинает вступать в силу, граждан, конечно, большой поток. У нас зафиксировано было 900 человек в день проходимость. Средняя проходимость в МФЦ 500-600 человек в день. Нагрузка высочайшая, конечно. Насколько мне известно, в помощь вам существует еще государственный портал МФЦ. Каким образом можно через портал к вам зайти? Да, если заявитель зарегистрирован на портале государственных услуг, то он может подать по некоторым услугам уже документы в электронном виде. Допустим, услуга Министерства строительства, которая предоставляется Министерством строительства Московской области. По данной услуге заявитель сам прикрепляет в электронном виде документы. У него должна быть обязательно электронно-цифровая подпись. Мои сотрудники смотрят эти документы в электронном виде. Если каких-то документов не хватает или что-то неправильно, то они отправляют на доработку, помечают, какие проблемы были с документами. То заявитель еще раз исправляет, еще раз в электронном виде присылает. Мы смотрим. Если все отлично, как говорится, мы приглашаем его непосредственно в МФЦ, где он подписывает необходимые уже документы, тем самым сокращая время обслуживания. И уже мы отправляем документы к нашим курьерам, на БУМ, уже непосредственно Министерство за готовым результатом. По сути дела, обращение лично к вам, либо через портал, оно по срокам, скажем так, ответов гражданам, это одно и то же? Срок ответа все равно не остается неизменным, но это упрощает и ускоряет время подачи документов. Не приходится сидеть с заявителем вместе с оператором, как говорится, не сканировать заново документы в электронном виде, не скидывать на компьютер. Как бы документы уже на месте, остается только прийти и подписать все необходимое. Но если заявитель, допустим, прежде чем пользоваться порталом государственных услуг, он должен подтвердить свою учетную запись. Для этого ему необходимо прийти с паспортом в МФЦ, где любой сотрудник МФЦ ему в окне поможет и подтвердит его учетную запись. Если заявитель сам не сможет справиться, зарегистрироваться на портале государственных услуг, то он также может обратиться в МФЦ, где ему любой сотрудник в этом поможет. Для этого ему дополнительно с собой еще нужно иметь СНИЛС и ИНН. То есть фактически вывеска «Мои документы» говорит о том, что человек может обратиться именно к вам для того, чтобы правильно оформить всю документацию в плане обращения в ту или инстанцию. Но что касается сроков ответа, наверное, опять-таки это зависит от инстанции уже, куда поступают документы. Соответственно, от органов исполнительной власти уже от самих зависят сроки. Если они нарушаются, всегда разговариваю с заявителями, чтобы не сердились на нас, на МФЦ. Мы свою работу выполняем в срок, мы передаем, как положено на следующий день, забираем документы, как они готовы. Каждый день у нас ездит курьер, сдает документы, и в тот же момент он забирает готовые результаты. Если документов нет, то он непосредственно уже задерживает тот орган власти, который исполняет данную услугу. Потому что МФЦ является посредником между заявителем и между органом исполнительной власти. То есть вот таким вот образом можно с вами сотрудничать, и я думаю, что люди уже это поняли. Вы сказали о том, что у вас открывается 26-е окно. Вот чем оно будет заниматься, это 26-е окно? Также оно станет универсальным окном. Одно окно по формуле, есть такая формула, должна быть на 5000 населения. Если у нас в городе Серпхове 126 тысяч населения, то 25 окон – это 125 тысяч. Нам как бы тысячу еще нужно обслуживать. И в дальнейшем, возможно, нагрузка все увеличивается на МФЦ, возможно, будут перерасчеты данной формулы уже, может, и окна еще будут увеличиваться. Но нагрузка колоссальная идет на МФЦ, все больше услуг передается на МФЦ. Вот, допустим, услуга скоро передастся вот именно к нам в МФЦ, это с 1 августа, услуга паспортных столов перейдет, регистрация по месту пребывания, выписки из домовых книг мы начнем выдавать. Ряд МФЦ уже начали оказывать услугу, такие как Орехово-Зуево, Домодедово, Долгопрудный, а не пилотные МФЦ, на которых тестирует область. С 1 июля подключается ряд других МФЦ, которые начинают оказывать эту услугу. И по плану Московской области мы начнем ее оказывать с 1 августа. Это мы заберем себе и картотеку МОСОБУРЦ, и архив, мы все как бы будем к себе забирать, и уже непосредственно через нас будут выдаваться данные документы. Еще интересный момент, то, что вы сейчас выполняете, также даете информацию по поводу задолженности налоговой, да? То есть, насколько мне известно, можно обратиться не непосредственно в налоговую инспекцию, а вот прийти к вам, и вы можете... Эта информация тоже к вам поступает, да? Да, конечно. У нас есть программа наша АИС МФЦ «Одно окно», согласно которой любой заявитель, придя к нам, просто, либо для оказания какой-либо услуги, может узнать свою налоговую задолженность. Наша программа позволяет эту информацию вывести на квитанции, мы выдадим ее заявителю, согласно которой он может ее оплатить. Любой заявитель может узнать у нас налоговую задолженность. Это очень удобно, и кто не знает, и в налоговую не знает, что обратиться за этим можно, может у нас это заказать. Скажите, а чем же все-таки, ну скажем, налоговую? Что это избавляет человека, если обращается человек к вам? Это, опять-таки, избавляет его от очередей? Это избавляет ИД от очередей. Тем самым самим органам власти облегчается работа. Им не нужно уже принимать, как говорится, заявителей. Они непосредственно могут уже работать с документами, отвлекаясь на самих заявителей. МФЦ упрощает, забрав на себя именно прием. Тем самым, да, органам власти выполнять свою работу, потому что у них тоже колоссальная работа, много документации, большой оборот документов, им нужно тоже работать. Ну, что еще можно рассказать о вашей деятельности? Меня интересует такой вопрос еще. Что касается, вы подаете документы в инстанции, а ответы, они тоже идут через вас? По закону, если разрешено, то мы выдаем. Есть ряд услуг, которые мы не имеем права выдавать готовый экземпляр документов. Такие даже, как паспорт российской, допустим, федерации, заграничный паспорт, СНИЛС. Эти документы непосредственно получаются в органах власти, в пенсионном, либо в паспортном столе. А остальные услуги, в основном, все выдаются готовые результаты у нас. Наш курьер, как я говорю, ездит, когда подавать документы, тем самым же в этот же момент он забирает все, что готово, и уже есть для заявителей. Будь это свидетельство о праве собственности, будь это ответа на письмо с администрацией, охотничьи билеты, допустим, тоже все это мы выдаем. То есть, ну, у вас такое широкое поле деятельности. А есть ли вопросы, с которыми к вам обращаются, но вы не занимаетесь? Вот чем вы не занимаетесь? Или вы практически всем уже занимаетесь? Мне кажется, МФЦ уже практически всем занимается. Но если не занимается, то в ближайшее время станет всем заниматься. Огромную роль уделяет МФЦ. Это очень, конечно, удобная организация созданная. Чем мы не занимаемся? Ну, вот паспортным столом мы еще не занимаемся. Начнем с 1 августа заниматься. А вот остальные, мне кажется, уже всем занимаемся. Оказываем услуги всех министерств Московской области практически. Муниципальные услуги все оказываем. Федеральные органы власти все услуги практически оказываем. То, что мы можем оказывать, то, что возможно оказывать через МФЦ, не обязав прийти на личный прием, как говорится, в сам орган власти. Ну и, наверное, последнее, о чем хотелось бы вас попросить, это, конечно же, рассказать дни, наверное, приема. Как вы работаете, когда люди могут, в какие дни, часы к вам обратиться? Наш многофункциональный центр работает 6 дней в неделю, с понедельника по субботу, с 8 до 8, что позволяет, как говорится, заявителям прийти даже в вечернее время после работы и подать документы. Перерыва на обед в МФЦ нет. Есть перерывы сотрудников, они друг за другом уходят на обед, что позволяет не нарушить прием тем самым. Всю информацию, которую необходим заявителям, можно увидеть у нас на стендах, ознакомиться на нашей электронной почте mfc.ru. Там есть и перечень услуг, которые мы оказываем, и полезные информации, и новости, в случае, если какие-то проблемы технические, что не работают МФЦ, мы все выкладываем, чтобы люди зазря не приехали. Также у нас есть телефон 12 80 88, наш номер, по которому заявители могут узнать всю необходимую информацию, получить ответ о готовности документов. Мы на сайте скоро сейчас разместим возможность, чтобы заявитель увидел готовые результаты документов. Все будем выкладывать каждый день, которые заявки поступают, что если заявители не дозвонились, а результат у него готов, он мог зайти на почту и увидеть готовый свой результат, если он готов. То есть это очень удобно. Да, очень удобно. Плюс, также на нашем сайте можно ознакомиться с КБК. Много заявителей к нам приходят неправильно оплаченными квитанциями. Я советую не спешить оплачивать квитанции, ознакомиться на нашей электронной почте, не на электронной почте, на нашем сайте с квитанциями. Там КБК МФЦ, через которые возможно подавать услуги на МФЦ. То есть люди неправильно оплаченными квитанциями, не туда деньги перечисляют. Да, если заявитель идет на прием в Росреестр, допустим, в регистрационную палату, подавать документы на регистрацию права собственности, вступление на следствие, то платят одну квитанцию с ихними КБК. У нас квитанции с КБК нашими, КБК МФЦ Московской области. Только с этими квитанциями возможно у нас подать документы. И также в регистрационную палату люди приходят с нашими квитанциями оплаченными, а у них не примут там документы. Тогда необходимо к нам. Это тоже, да. Мои сотрудники все проконсультируют, если запутались в квитанциях, приходите к нам, дадут правильную квитанцию, если хотите подать документы через МФЦ. Как бы во всем помогут, на все ответят. Ну, если ошиблись, наверное, тоже ничего страшного, просто это потом будет проволочек. Ничего страшного, да. Можно и вернуть, написать заявление в банк. Ну, можем даже и поговорить с регистрационной палатой. Ну, как-то будем решать вопрос, это урегулируем. Ну, просто я советую как бы не торопиться, чтобы два раза и не бегать, не писать никаких заявлений. Прийти к нам, все, взять квитанцию. У нас терминалы стоят, три терминала для платного госпошлина. Там оплатить. Роман Евгеньевич, я бы, наверное, еще задала вам вопрос такого порядка. А можно ли прийти к вам с документами по доверенности? Например, есть нетрудоспособные люди, недееспособные, которые там, скажем, больны, нужно что-то там оформить. Вот кто-то может прийти к вам с доверенностью? Я бы сказал, даже не можно, а обязательно нужно приходить с доверенностью. Если заявитель приходит сам подавать какие-либо документы от себя, для себя, как говорится, то ему необходимо иметь документы, удовольствующие личность. Если он предоставляет чьи-либо интересы, либо хочет, чтобы представляли его интересы, то должна быть правильно оформлена нотариальная доверенность на оказание данных услуг. Только в этом случае мои сотрудники могут принять документы. То есть обычно такая процедура, как в нотариальной конкурсе? Конечно, конечно. Все должно соответствовать, потому что мы можем принять от заявителей все, что угодно, на все, что они настаивают. Мы просим, как говорится, только заявитель, напишите, что вы настаивали на приеме документов, потому что исполняем услугу не мы. Мы передаем пакет документов орган власти. Орган власти рассматривает и уже предоставляет либо отказ, либо положительный результат. Но отказы в основном бывают, такие ситуации, что заявители хотят, чтобы взяли документы, как у них есть. Мы говорим, что это неправильно, но все равно они настаивают. Как бы вот так. То есть вас можно назвать такой огромной приемной, да? Да, огромной приемной между всеми. Ну что ж, мне кажется, вы дали вполне исчерпывающую информацию о деятельности многофункционального центра. И я хочу напомнить телезрителям о том, что сегодня у нас в гостях был директор многофункционального центра, который расположен по адресу улицы Горького, да? Дом 5Б. Дом 5Б, где вы всегда можете получить квалифицированную помощь по оформлению тех или иных документов. Ну, я, в мою очередь, мне остается только поблагодарить Романа Евгеньевича и пожелать вам приходить туда, решать свои вопросы. До свидания, всего доброго. До свидания, спасибо.